Когда было модно ходить в тренажерный зал, создавать там свою фигуру, и мы с ребятами, с деревенскими ребятами бегали, можно сказать, в райцентр 3 километра на тренировку. Проводились у нас районные соревнования, на которых я принял впервые участие, занял там третье место, и это меня сподвигло к занятиям гиревому спорту. Задело то, что я стал не первым, еще попутно, можно сказать, я занимался многоборьем, президентским многоборьем. Гиревой спорт, он составил всю мою сознательную жизнь, еще в школе я выполнил первый разряд и дошел к окончанию школы до результата кандидата мастера спорта. Я занимаюсь своим любимым делом, в данный момент я занимаюсь тренерской деятельностью. Будучи еще студентом университета, я начал заниматься с ребятишками, но на тот момент я еще и выступал, затем после окончания университета я уже полностью окунулся в тренерскую деятельность. И на данный момент мои заслуги – это заслуженный тренер Республики Казахстан по гиревому спорту. У нас очень много титулованных гиревиков, но само собой, за каждого болеешь душой, потому что это как бы итог твоей работы. Любой тренер хочет, чтобы воспитанник показывал хорошие результаты, продвигался по виду спорта. Девушки у нас выполняют упражнение «рыбок» отдельно. У них толчка нет, но сейчас у нас включили в программу женского гиревого спорта длинный цикл. Если человек показывает хорошие результаты в спорте, я думаю, он также и достигает своих целей по жизни. Если он намерен определенно достичь каких-то результатов, мастера спорта, либо выиграть определенный чемпионат, он стремится к этому, проявляет свою волю, развивается в данном направлении. Здесь у нас осуществляется подготовка гирь. Как бы тут такие специфические моменты. Ребята используют магнезию для натирания и нанесения магнезии на дужку, чтобы в процессе выполнения упражнения не были сорваны мозоли. Чтобы показать хороший результат, магнезия препятствует проявлению пота, препятствует скольжению и создает, как говорится, трение. Гиревой спорт, я думаю, может постигнуть каждый и каждый может развиться в данном направлении. Это все зависит, я думаю, от самого человека. Наши юноши у нас поднимают гири 16 килограмм. Ну, это что касается выступлений на соревнованиях. Старшие юноши поднимают у нас гири 24 килограмма. Гири 32 килограмма начинаются с возрастом молодежного. И профессионалы, и мужчины у нас поднимают гири 32 килограмма. Спортсмен поднимает определенное время и показывает по количеству повторений свой результат. Если сравнивать с тяжелой атлетикой, там поднимается максимальный вес. Ну, и в других силовых видах спорта спортсмены показывают максимальный вес, будто в жиме штанги там. Здесь определенный вес, он не является максимальным, они показывают свою выносливость. Он может много что-либо изнурительно делать, он может много бегать, много прыгать. Все, что связано с выносливостью, то присуще гиревикам. Определенно, конечно, идет развитие в силе, но, как бы можно сказать, основное развитие в гиревом спорте – это выносливость. Спортсмен показывает на протяжении определенного времени, сколько он может противостоять данному весу. Все это, как можно сказать, дисциплинирует, настраивает тебя, заставляет по жизни не расслабляться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова